Всем привет! Меня зовут Алсу и сегодня мы познакомимся с новостройками класса комфорт, оценим качество жилья и решим, стоят ли они своих денег. Для сравнения мы возьмем ЖК Мой Ритм и ЖК Родина. Критериями оценки новостройок являются транспортная доступность, цена за квадратный метр, качество строительства, чистота, парковка и двор. Для оценки я выступаю в роли тайного покупателя, а снимаем мы процесс осмотра на скрытую камеру. Экскурсию по жилым комплексам нам проводили специалисты отдела продаж этих ЖК. Жилой комплекс Мой Ритм, комплекс от застройщика Акбарсдом, расположен в Советском районе, на пересечении улиц проспекта Победы и улицы Сахарова. Цена квартиры в этом комплексе начинается от 5,5 миллионов рублей и стоит примерно 150 тысяч за квадратный метр. Дверь открыта. Здравствуйте. А у вас подковка там есть? Это привыкная подковка или такая? Есть. У каждого свое место? Или занимать как хочешь? Занимать как хочешь. Ну, жалко. Да. А всем хватит? Здесь большая подковка еще. И вот здесь, вот здесь садик есть. А тут садик, да? Да, вот здесь садик. В таком виде почти расстояние. Давайте посмотрим, можно? Тут у нас дворец. А как? Для трехи, да? Полношу, да? А? Нет, еще здесь внутри. Ну, пол ровняет по-любому придется тут нечистым. Вот это надо еще оттирать. Потом все же стяжка есть. Ну, есть, но она не такая диагональ. Здесь нужно продавить, что не стоит подклевки. А у вас протекает что-либо тут, смотрите? Вот. Течет как будто, какие-то потеки. Нет? Нет. Ну, вот смотрите, потеки же есть. Ничего здесь не звучит. Это когда стяжка пола будет. Нет, а, например, мы сделаем ремонт. Потом ничего не будет. Нет, нет. Если, когда сверху стяжку пола делали, ну, вверху в квартире, поэтому сюда. А тут тогда почему-то другой дом? Я же, что... Ну, стены тоже ровняет надо делать. Ну, не такие плохие, но нормальные. Тут придется поработать, конечно. Ну, потолки такие. Ну, даже если делать все равно, чтобы натягивать. Нет, ничего не нужно здесь делать. Все, ничего не нужно делать. Все равно один раз должен поправить. Девушка, я работаю в строительной компании уже 15 лет. Я понимаю, что вы работаете, да. Ну, не сразу же не заходите, знаешь, короче. Нет, сразу же делается. Нет, прямо на такой потолок, не скажешь? Да, кто хочет, выходит с каждым, на такой потолок сразу натягиваем? Да. Почему уж? Да. Его надо прошкурить. Хотя бы на начале. Он шкурить не будет. И вы, если хотите, шкурить только тогда, когда вы хотите сделать покраску. Либо подъемку. А если вы хотите сказать, что вот на такой потолок? Да. А если человек не захочет натяжной, а захочет покрасить? Ему еще придется отшкурить следы от штукатурки на потолке. А вдруг еще, сделав ремонт, опять будет течь вода с потолка. Лишние расходы никому не нужны. Тут хороший полот. Там почему-то не такой хороший, да? Вот тут поменьше надо. Осмотрев квартиру, я не осталась довольна качеством жилья. Меня смутили следы от течи в потолке, неидеальный пол и стены. Проходя через подъезд, я случайно увидела, что с потолка капает вода. В подъезде я увидела недостатки, как поцарапаны стены и торчащий подвесной потолок. Садик без проблем может попасть? Да, да, полночный, даже в этом уже можно подвесить. Никто лего не будет попадать, только за этого. Ну, знаете как, я не учитываю так, что левые, а левые будут попадать. Чито знакомые. Наши попадут дети, которые будут в этом доме. По договору они обязаны принять. Но если вы чисто заполнены, и предлагают интернативу ближайшей садикой. В тех домах тоже стоят, и в тех домах будет немного лучше, чем сразу. Чем они будут лучше? Материалом. Так, здесь сначала же его начали строить, потом не достроили, потом Акбарс его выкупил. Дальше здесь его достроили. Ну, это уж информация не для застройщика, я вам говорю, что его достроили с кирпича, уже который вторичный кирпич он достроил в другом. Поэтому там шумоизоляция не очень. Здесь стояковая система. Еще вот эти клубы, которые вы видели, говорите, что что-то лучше. Это стояковая система. У стояки сейчас уже, давайте будем откровенно, не делаем. Во втором доме это все вышли в следующем. Там нет, где-то стояковой системы. Там будет отопление идти по полу, лучевая разводка. То есть зимой еще будет теплый пол дополнительный. От того, что отопление не будет. Двор мне понравился количеством зелени, ухоженностью. Тем, что игровые конструкции сделаны из дерева. Двор без машин. Парковки организованы тут пока нет. Обещает построить многоуровневую парковку. Придумовая территорию со стороны дороги, печаль своим видом. Грунт просел и во время дождя смывается вниз. Асфальт от этого стал грязным. Ну, конечно, хотелось бы для более старшего поколения. Какие-нибудь тренажеры, например. Для подростков что-нибудь какие-нибудь, где лазить. Для малышей больше. Так, двор неплохой. Не хватает тренажеров. Вот чего не хватает. Я смотрю, тут пластик вообще не используют. Используют только дерево. В общем, неплохо, но можно было бы и лучше за такие деньги. Жилой комплекс «Родина» – комплекс от застройщика ООО «ТСИИ». Расположен на улице Родины. Пяти минут уходьбы от станции метро «Горки». Цена квартир в данном комплексе – от 5 миллионов 700 тысяч рублей. И примерно 140 тысяч рублей за квадратный метр. Смотрите, мы с вами сейчас находимся в центральном вот здесь. То есть вот эти цветные дома, они построены уже. И здесь строятся 24-этажные дома. В самом комплексе есть детский сад, прогулочная зона, то есть парковая зона. Паркинг будет стоять за место нашего маркетингового поверленного. Сюда перенесется. А школа? У каждого свое место, да, в паркинге? Там надо будет приобретать лосу. Дополнительно? Да. И школа, она будет строиться, то есть она в проекте есть. То есть вообще дом сам делится на две части. Пять квартир с этой стороны, и пять квартир у нас будет с той стороны. Это отдушек? Да, это огромный корзоток. Здесь 39, здесь 29, здесь 2, 12 квадратов и зон 13. А у нас просто хочу сказать, что вот этот короб на этих этажах, он будет до пола, да? Потому что многие смущаются. На самом деле все вот это будет, вот воздухотвод закрыт. Тоже стены, да, обработаны, конечно. Стены, они обработаны, получается? Ну, тут нет, да, это механизированные штукатурки? Или только там? Там шпаклевка уже, а здесь как раз механизирована штукатурка. Стены, они выровнены, вот если заметить, вот здесь угол ободрался по муличкам и по уголкам. Здесь уже все сделано, просто выкрутовка проходит, и третья оборка. Потолки отшкивованные, потолки есть, можно сделать надержные. А если хотите, можно сусловить штукатурки, положить надержные. Ну, отшипованные, я вижу, дали. Да, да. Поворотники, да? Тяжело, стены. Их надо регулировать. Супованные, да, в руках, эти талки? Да. Работать меньше, хотя бы шиповать не надо. Пал, резерки плохие. Вам что-нибудь сделано? Презерки, да. Еще не надо. Качество отделки в квартире данной новостройки неплохое. В проверяемом доме люди уже живут давно. Несмотря на это, подъезд еще не убран после ремонта. Какие грязные стекла, как будто и не мыли. Мне кажется, люди не могли так надышать и напачкать. Наверное, скорее сегодня мыли после ремонта. Почтовые ящики вижу. Техническое помещение. Грязные полы. А, ящик для макулатуры. Прикольно. УК, видимо, работает не совсем добросовестно. Двор разочаровал еще сильнее. Тут у нас газона нет. Растет просто трава. За ней не ухаживают. Детей много. А качеля одна. Эй, это уже какой-то конфликт маленький. Игровые зоны распределены хаотично. За травой и деревьем не ухаживают. Двор с машинами. На той стороне дороги находится рынок Родина. И магазин Светофор. Чтобы попасть оттуда сюда, нужно сделать огромный крюк. А сейчас я нахожусь на парковке, так называемой. Но назвать парковкой это тяжело. Это просто поле. Тут нет асфальта. Валяются камушки, мусор, железки. Но обещают построить многоуровневую парковку. Посмотрим, что будет дальше. Покупка квартиры новостройки – дело серьезное. Чтобы не ошибиться с выбором, нужно серьезно подготовиться. Послушаем мнение эксперта. А на что обратить внимание, если уже ты увидела эти достатки? Если уже явные достатки, что с ними делать? Кому обращаться? Давайте представим ситуацию, что нас наконец позвали на приемку объекта. Мы идем туда одни или с кем-то. Своим клиентам мы рекомендуем, чтобы они обязательно пригласили компетентную строительную организацию. Сейчас такие есть, кто специализируется именно на приемке новых объектов. Если вы принимаете объект, вы видите, что там явные недочеты выполнены в работе. Вы актируете их. И в разумный срок застройщик обязан их устранить. В случае, если этого не происходит, то вы пишете соответствующую претензию. Следует отметить, что на данном правоотношении распространяется Федеральный закон о защите прав потребителей. Если ваш застройщик бездействует, такое бывает в случае, когда у него есть признаки банкротства и просто нет ресурса на устранение недостатков, вы можете обратиться в суд с соответствующими требованиями. Как правило, суды удовлетворяют и всегда на стороне дольщиков правоприменительная практика по данному вопросу сформирована. И если вы принимаете квартиру по акту приема передачи, то вы его подписываете. И это является основанием для государственной регистрации вашего объекта в Росреестр. Соответственно, после этого на вас распространяется гарантийный срок от застройщика. Он может быть не менее 5 лет и не менее 3 лет на технологические инженерные конструкции. Если вдруг в течение данного срока вы обнаружили действительно какие-то были выявлены недостатки, то вы пишете письмо либо управляющей компании, либо ТСЖ, либо генподрядной организации. Как правило, в договорах ДДУ сразу же предусматривается управляющая компания, которая после регистрации берет на себя обслуживание данного дома. Поэтому в вашей ситуации я бы рекомендовала обращаться сразу в управляющую компанию. Подведем итоги и сравним жилые комплексы. Цена за квадратный метр в жилом комплексе «Мой Ритм» 150 тысяч рублей. В жилом комплексе «Родина» 152 тысячи рублей. За транспортную доступность обоим ЖК мы ставим по 5 баллов. За детские сады и школы обоим ЖК мы ставим по 5 баллов. Они в проекте на территории этих комплексов. За парковку обоим ЖК мы ставим по 3 балла. За двор ЖК «Мой Ритм» мы ставим оценку 4, а ЖК «Родина» 2. За качество строительства ЖК «Мой Ритм» получает 2 балла, а ЖК «Родина» 4 балла. За чистоту ЖК «Мой Ритм» получает 4 балла, а ЖК «Родина» 2 балла. За колясочную ЖК Мой Ритм получает 5 баллов, а ЖК Родина 4 балла. За инфраструктуру Мой Ритм получает 5 баллов и также ЖК Родина получает 5 баллов. В итоге побеждает жилой комплекс Мой Ритм, опередив конкурента на 3 балла. Наш обзор носит независимый характер. Это видео субъективное и каждый вольно выбирает сам, где ему жить. Спасибо, что смотрели нас. С вами была Алса Шакирова и канал Татарстанда. Продолжение следует...